конкретно у меня нет определенных прав и свобод и я для этого нашла такой выход что я могу это изменить я не могу этого не делать не быть активистка я когда-то пыталась закончить потому что устаешь но это невозможно не быть активисткой в моем случае если мы хотим чтобы что-то менялось нужно делать прайд прайд это но гордость вот у вас есть эти права а нам они еще нужно их взять и люди понимают что да мы достойны этих прав и перестают думать как негативно мыслить вот поэтому прайд за собой несет такое скажем так формат который меняет меняет к лучшему человечеству я бы сказала вот а марш это уже про акция которая которая приводит к видимости лгбт и самое важное к видимости тех людей которые поддерживают лгбт при этом они не являются лгбт но они тоже им приходится иногда скрывать что они поддерживают лгбт что они толерантны что у них друзья геи или лесбиянки и вот прайд это то место где они это выразить классно когда называют уже не не парадом а прайдом ну во первых парад это про праздник и нам пока нечего праздновать конкретно лгбт людям еще пока праздновать нечего поэтому мы пока выходим на акцию на акцию в защиту своих прав и и это всегда про борьбу я в проект движений получается с 2015 года это очень знаковый был год в этот год в киеве был марш равенства второй и он был практически сорван в конце ну то есть он прошел но момент отхода посетителей ну участников марша был ужасным может ты слышала этот год в общем суть заключалась в том что город киев я имею ввиду власти не были готовы полиция не была готова прайд был готов и были готовы правы и когда полиция взяла в коробку людей которые прошли маршем 300 метров и потом просто раз распустила ну знаешь открыла ворота и сказала но теперь идите вот отстояли свои права за 300 метров а вот теперь идите никто вас не тронет и тут же за эти полчаса и и плюс полчаса самого прайда все правы которые были мобилизированы и они просто знаешь как я я помню этот момент когда пришлось в общем мы идем и черная туча людей светошумовыми гранатами с осколочными там всяким там чуть не погиб полицейский она просто накрывает всех участников совсем городом вот ты просто ходишь по улице там происходит прайд потом полиция открывает условно кордоны и ты идешь в эту кашу серой тучи я не помню я тогда наверное первый раз получила удар по спине и это наверное единственный случай агрессии физической у моей стороны просто часто спрашивают вот это был единственный случай и тогда я помню что я подняла руки стоял огромный мужчина и у него было ненависти в глазах пена сорта и он настолько меня ненавидел хотя он меня не знал за мной стояла они еще одна девушка я помню что я просто такая маленькая делаю руки вот так я говорю я тебя боюсь я уже тебя быть что ты хочешь чтобы я боялась я тебя боюсь все отпусти меня я и он он настолько растерялся моей моего страха знаешь что просто убежал это было странно а потом когда мы спрятались ближайшем магазине и это был в детский магазин чика и мы сидели под полками детского обуви я смотрела как просто люди уничтожают других людей когда мы приехали с аней домой но на корпоративную квартиру аня была директор какие в праве моей партнеркой и мы услышали что кто-то погиб полицейский но это был фейк слава богу он выжил и после этого я приняла решение что пока не будет так как я хочу я не остановлюсь вот я на самом деле боюсь много чего первое это наверное чтобы не пострадали люди я про себя вообще не переживаю я несу за себя ответственность второе я боюсь чтобы люди пришли ну то есть этому вечный страх когда люди не придут третье я боюсь что до банальной погоды или каких-то условий которые помешают реализовать вот и четвертое я боюсь чтобы не произошло что-то такое за что мне будет стыдно это разные вещи вот быть это очень длинный список да я делаю этот прайд с близкими людьми но не со всеми мне бы хотелось его делать с родителями с братом но это наверное никогда не произойдет когда я буду на байке сзади будет 10 тысяч человек 10-20 байков и у меня будет сидеть на втором сиденье женщина мэр с флагом харьков прайда и он будет развиваться и это будет праздник и мы пройдем от свободы до конституции и у нас будет огромный концерт в конце и мы будем веселиться до самой ночи там вся площадь будет просто это будет такой день харькова и день харьков прайда один день ну короче там я хочу чтобы это был национальный праздник в городе и 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